Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Не удивляйтесь, что со мной рядом нет моего коллеги Александра Цукермана Это связано с определенными, так сказать, техническими условиями Все дело в том, что сейчас мы находимся высоко где-то в азербайджанских горах Более того, мы сейчас находимся высоко над уровнем этой замечательной речки Даже несмотря на то, что сейчас не половодье, что сейчас не весна и эта река не так высока и глубока Расстояние здесь довольно приличное Поэтому мой коллега и друг Александр категорически отказался принять сегодня участие в открытии нашей телепрограммы Азербайджана Тем не менее, не переживайте, он жив, он рядом Он буквально вот здесь уже там, где заканчивается мостик И теперь я единолично, начиная нашу высохогорную азербайджанскую субботею на канале 2 Азербайджан страна не очень большая Хотя для нас, для жителей Эстонии, он представляется огромным Население Азербайджана 8 раз больше, чем население нашей страны Но дело даже не в этом Азербайджанцы рассеяны по всему миру Огромная колония, огромная часть населения Азербайджана живет в Иране Азербайджанцы жили до недавнего времени и в Армении Азербайджанцев есть много, в общем-то, по всему миру Азербайджан исключительно красивая страна Огромные горы окружают ее Полноводные реки текут по ее территории Но главное богатство Азербайджана, конечно, это Каспийское море С давних времен оно привлекало сюда людей Не только потому, что здесь водятся прекрасные осетры И, как говорится, ложками Ложками можно черпать здесь черную икру Но еще и потому, что есть здесь главное золото Это нефть По-прежнему нефтяные вышки качают и качают нефть Со дна Каспийского моря И когда-то город этот Баку был создан во многом в том виде, в котором он сейчас существует Вообще-то это очень древний город Но создан таким вот он был благодаря нефти Благодаря богатству этого края Благодаря тому, что здесь работали очень многие российские, азербайджанские нефтепромышленники А вспоминаю здесь очень часто еще семью Нобеля Да-да, того самого Нобеля, который когда-то организовал знаменитые Нобелевские премии А его братья прибыли в Азербайджан и здесь, в Баку Они начали разработки нефти И начали создавать здесь То, что теперь называется нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностью И вам всегда в Азербайджане покажут и дом, где жило семейство Нобеля И обязательно покажут еще и проходную Проходную того самого Бриска Где Нобеля, значит, и работал И давал работу многим местным жителям Но, конечно же, в архитектуре города Баку Не могло не сказаться обилие разных людей И вдруг ты попадаешь то в польский квартал И на секунду тебе кажется, что ты где-то в Варшаве То вдруг какие-то дома, словно сюда забравшиеся из Петербурга То вдруг старинные дома и узкие улочки старого города И гордость города, самое старое его сооружение Это Девичья башня Из которой открывается панорама всего Баку Каспийское море отступает от города А раньше его воды бились прямо о стены Девичьей башни Ну, конечно же, с нее кто-то должен был броситься И, конечно же, бросилась несчастная девушка От несчастной любви Нам рассказали десятки версий То ли она была княжна и любила простого парня То ли, наоборот, она была простая девушка И любила какого-то князя Ну, в общем, история грустная А есть еще Еще более красивая версия Причем реальная На самом деле, Баку не раз осаждали Самые разные враги Но никто из них не взял эту башню И никогда там не было ноги врага И именно поэтому она Девичья То есть девственная Вот какой правильный перевод названия этой башни Башня девушка, никогда не поруганная ни одним завоевателем А от башни начинается бакинский старый город Я всегда обожал, я был в Баку прежде Эту толпу, которая бродит, ходит по городу Это было такое смешение элит Ну, азербайджанцы, конечно А рядом с ними армяне А рядом с ними русские Евреи совершенно уникальная тут была еврейская коммуна И казалось, что тут какой-то такой вот образец Интернационализма и дружбы И в прошлое мое пребывание в Баку на гастроли с русским театром Мы все время подымали бокалы за дружбу Которая, значит, вот процветает в Баку За эту невиданную дружбу народов Вы вдумайтесь только Мы, когда были на гастролях с русским театром Мы ездили в Карабах И там был банкет Армяне и азербайджанцы сидели вместе И в городе Степанакер Мы пили за нерушимую дружбу армян Русских, эстонцев и азербайджан Господи, как давно все это было И Баку очень и очень изменился Во-первых, изменилась вот эта самая толпа В основном, конечно, здесь сейчас люди азербайджанские, как принято говорить, национальности Хотя есть и русские В общем, к русским относятся здесь довольно прилично Но в целом все-таки Вот этой пестрой Разнообразной толпы Практически уже нет И хотя Вот этот дух бакинский Он неистребимый И даже когда-то говорили, что есть Особая национальность бакинец И вы можете тут увидеть такие вещи Которых, я думаю, не увидите больше нигде На территории бывшего Советского Союза Где по-прежнему в каждом дворе открываются тебе двери Где Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...